я и отдать хочу ствол просто едешь надолго мы отдать хотим нормально нормально тупо дверь открытая все за херение я вообще не понимаю чё за чего за бред я предупреждал все зоне максу макс а можешь подъехать я сейчас адрес скинуть скину здесь короче за гугли автостекло называется я тачку припарковал не тупо она вскрытая у меня здесь записка я предупреждал типа я бы я вообще боюсь сейчас ее заводить как-либо мало ли чё могли подложить да какие просто без короче ребят не кирилл позвонил и я подъехал по адрес котором не назвал он собственно он уже с кем-то мужиком там разговаривать камеры он висят можно смотреть что-то сразу смотрел я зачем сюда приехал я не знаю я вот только при тебе сейчас я даже ничего не трогал вот так вот она тупо открыта была она даже не прикрыта дверь наша машина не запираешь ты я не знаю мне не всегда срабатывает я предупреждал больше ничего нет не реально не пропало очень украли может да тут просто открыли оставили бумажку и ушли у меня здесь у меня деньги здесь будет тысячу рублей но это не точно что за 1000 рублей ты думаешь человек под камеру сюда пошел клиента там до права сюда паспорт на месте кирилл я заболел а дачу не предупредил меня для тени заражен ты знаешь их бабушки езжу да не здесь я заболел смотри у меня короче я здесь заболел народ мире и короче я купил же лекарствами выпуску врач дал я только не помню по моему то ли антибиотик надо херачить а нет антибиотики уже выпил как часа точно проверю потому что там именно используешь вы используете проект кашля осталось принимать прицепт один раз да и прикол в том что ты не можешь сразу смотри мне еще один надо выпить дай прицепт а не могу подождись немного прикол в том что ты короче когда тут заболел ты реально идешь в больницу берешь выписку от врача рецепты едешь в аптеку в аптеке закупаешь необходимые лекарства именно по списку сам покупаешь и тебе надо и потом по порядку все это пьешь и прикол в том что ты не можешь сразу разом раз и выпил тебе нужно реально ждать время но в реальной жизни тоже тоже не можешь пачку антибиотика выпить и выздороветь те только хуже станет и здесь также то есть я уже выпил два антибиотика сейчас проект кашля у меня еще есть проект кашля и еще там два каких-то лекарствия точно не помню как называется так жаропонижающих 2 вот и в принципе все я выздоровлю метода хпс может как раз все до сотки подниматься сейчас пока я болею меня хп на 75 и все и дальше ни туда ни сюда вот вот да 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 85 процентов у меня и то есть я не могу пока отхилиться сильнее пока не выздоровлю а для тех кто не знает я играю на 16 серваке проект хасал и вот мой дом я не устаю им хвалиться потому что это реально просто вот шедевр они дом то вот мой гараж вот мой дом и смотрите это теплица не моя и какой-то чел у меня на территории выращивать мы а ну а территория принадлежит вообще кому где-то где-то написано кто владелец и вот джон джон форгер по моему у него я дом краски покупал и либо гараж и прикол в том что у его теплица находится на территории и в ней сука растет она поэтому ребят помогите мне его найти чтобы просто выкупить у него теплиц чтобы сорняки все эти со всеми этим говном просто убрать оттуда я лучше буду помидорки растить поэтому залетайте по ссылке в описании 16 сервак я общаюсь со всеми своими подписчиками со всеми кто играет со мной я уже думал что хрипит а это кто-то на мопеде мимо проехал вот и обязательно вводите мой промокод он будет в описании указан также здесь на экране ващенко по нему вы получите на третьем уровне игрока качестве поиграете получите крутой бонус с которым будет гораздо проще начинать ну и всех принимаю в банду и также соответственно в игре если меня встретить можем поболтать вместе поиграть проблем с этим никаких нет ссылка в описании не только твою мать я знаю кто это был по ходу чё ты ствол взял по ходу это сука откуда стволу без бардачка у тебя он заряженный он заряженный видно отсюда что он заряженный стойных заживалась нормально лет на хера завела вдруг он через тут заложил друг аначе я случайно завел я на автомате сел и завела не хотел заводить тормоза там ничего там не перед ну давай я сейчас вот стой стой ты подожди не крути тормозить ты слышишь он полный барабан заряжен хочу от именно массой сейчас я знаю проспект 150 до 4 адрес для чего да я тут знаю торбяка слушай что нужно не поедем туда вдруг там не знаю смотри сам вдруг там ловушку полный барабан за исключением вот этого где записка была сушь макс аккуратно пожалуйста я приду я предупреждал это опять тоже постит касаемо пистолета что ли не тогда помощь подкинули она не делай вместе с мальцем типа сейчас мы от него избавились он снова вернул его а зачем ему возвращать там ствол на хрена ему это надо я не понимаю почему именно нам почему кого-то он сразу выстегивает там и не знаю пошли пока там посмотрим кто за всем этим стоит вообще да 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 как раз таки а да да он просмотрит машину он же тут влагал вот ковыряется значит я запер походу ну что замок проснул нет ну что угнать хотел он не смог завести у меня с тобой ему была зима гонять он же цена радостно пасу бумажку это видишь там чутка не разглядеть сейчас никак непонятно что-то походка раз либо пишет записку эту либо оставляет в принципе все понятно ого как мы думали он все спасибо большое спасибо открывай дверь я так и думал что это лип надо было попросить файлом скачать его а нафига он нам нужен мы сняли что делать то будем поедем по адресу ты уверен я думаю что это самый такой варик но что то он хочет же слушай если сейчас допустим сделать то что то он там скинул я не знаю к чему опять придет опять он будет уже квартира наша скрывать пока мы спим мне напрягает как он ее открыл мне напрягает как он ее открыл ну ладно поехали я думаю что это будет кирина на лестнице пошел на лифт поднимусь, без понять наш какой этаж, может вообще там какой-нибудь восьмой окажется, хрен его знает, что у нас мой этаж переться а ты что, может договорились с нами? там сюда, это уже у нас ждут так что, издеваетесь что-нибудь? вы что здесь делаете? откуда-то другого ждала или что? ну да, вообще-то мы поговорить, мы поговорить пришли о чем поговорить? вопрос нам надо задать все-таки касаемо Сергея ну почему это делать у меня в квартире, откуда вы мой адрес узнали? да это не важно, справки на имя что там происходит? ничем может мы займем? кто это? беги в комнату беги в комнату, малышка а это кто ходит? мама ну проходите, уже еще встали а че с ней? ничего, нормально все, мам мам все нормально, проходите, разувайтесь какого Васю назовет? Вася давай Вася мам, мам, успокойся я не знаю разувайтесь, проходите, если вопросы будут что Вася-то? ну потому что Вася а почему не Вася не могут менять? вы же узнали всю информацию ты про что вообще, я не понимаю кого она зовет-то? мам, 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 успокойся, мам, успокойся, мам, мам успокойся что с ней происходит? нормально с ней все мы че, мы че видим, что ненормально? мы че видим, что ненормально? у меня левный срыв, вы же знаете об этом прекрасно из-за чего? после ситуации с отцом что Вася кто-то кого-то вообще зовет? потому что отца у меня Вася звали его Артем звали что, откуда у вас вообще информация? откуда вы ее берете? вы нормальные, нет? у нас вообще эта информация у нас вообще информация мам, успокойся и че так? и че так? и че так? и че так? и че? просто так подходит она прячься а она не курс, что он погиб в плечо мам, сейчас секунду мам Вася он прячется у тебя не прячется, мам, все нормально у тебя не прячется чай будет? нет, спасибо давайте ваши вопросы идите пожалуйста мне делать все полно слушай, можно в ванну сходить? да, помой руки там полотенце висит с правом? вот прямо и направо вот первое туалет прямо направо там полотенце висит и вытрешь руки все насчет Сергея хотим узнать все таки это наш товарищ был и сейчас то, что мы видели у тебя в сарай ну и... че? что вы думаете? я ничего не видела что вы видели? что вы видели? что вы видели? мать что там вообще происходит? дурдом какой-то мать а я там Вася Вася там, да? мам, пошли пойдем пойдем нормально все мам пойдем где-то там Вася никакого Вася? смотри тут такое дело сейчас наверное не очень удобно принять будет обсуждать ты сказал что твой отец замерз и погиб это было три месяца назад но дело в том что тогда не был ученики заморозков говорить потому что вы сказали что я подозреваем и что же по факту было за тоски от тоски умер от тоски это как смерть от тоски кирилл такой еще хоть раз слышал на тоски заболел мы его выхаживали два дня потом он просто умер мама мама он же прячься получается она ваша она лежит золот или тоже имени то давайте поговорим дальше давайте поговорим дальше куда ты его смотри делал какое ты говорила что вот этот вот наган этот пистолет это семейная реликвия но ты так раздаешь его налево-направо каждому на днях отдала его красотому скажем так бандиту не знаю как еще по-другому назвать да а после этого все что можно было сделать с этим пистолетом все что он мог сделать навредить там все уже произошло после этого странно что у машины недалеко от его дома просто оказалось на обочине и он с разбитой головой странные совпадение тебе не кажется я еще раз повторяю я была дома хватит хорошо давай поговорим про твою маму ты говоришь у нее срыв после после смерти отца да раньше все хорошо было только вот мы узнали информацию что у нее тогда уже были отклонения и не было отклонения она просто наблюдалась потому что у отца работа нервная понимаешь ну какая работа нервный ментов он работал ментов археологом я бы говорила это вещи таскал в дом до военные постоянно какие-то нервы с мамой ругался вечно просто наблюдалось не было никаких отклонений сашку с минтовской формы там висела в доме и чё откопал что ли он или чего откопал почему боятся сану археологом работает они просто ходят по полям до копают и все по полям ходят а вещи которые я про пистолет вы что-то ничего не поняли вам ничему вообще о чем должен при пистолет понять чё нам про него надо понять это непростая вещь какая золотая что ли золотая дебилами прикидывать себя сверну что ли такая я как в порядке может вы сможете хоть что-нибудь там рассказать что вообще произошло потому что ваша дочь явно как будто что-то скрывает просто пистолет который может так привел трагедию ваш дом ходит сейчас по рукам и трагедия происходит уже у других людей она вообще не разговаривать солдат солдат он ходит он вышел на охоту он ищет ищет он уже ищет ищет солдат знаю нет я не хочу отдыхать а апрель адрес но Ответ конкретных, конечно, никаких не получили. Все, что я могла сказать, я вам уже сказала. До свидания. Да-да-да, объясняет, что вокруг да около. Если мы намерили, мы вообще ничего не хотим. У меня нет никаких намерений. Все нормально. У меня все нормально. Что вы накопали до меня, до моей семьи? Мне кажется, не адекватно. До свидания. Мам, ты что ругаешься? Мам, сейчас иду, дочь. Я надеюсь, я вам больше не увижу. Слушай. Не здоровая херня. Чего напичкать своей матери? Чего за таблетки? Ну, наверное, это шизофрение, Игорь. Чего у них? Хрен его знает. Я вообще сейчас не в чем уже не знаю. Ты думаешь, предполагаешь, что она специально ее держит? Я не могу предполагать, я вообще ничего не понимаю. Это просто семья больная. Мне только девочку жалко. Прикинь, что с ее психикой будет, когда она вышла, она отнаблюдает всю эту картину. Девочка-то нормально. Мне прямо Макс вообще не по себе. Я реально боюсь от больных людей. Она кого-то ждала. Идем на улицу. Она кого-то ждала. Надо просто дождаться, кто сюда придет. Почему она так спокойно? Дверь открыла уже ту нараспашку. А когда мы появились, она начала спортировать. Ну да. По факту, что ждала не нас. Просто странно, что вот эти таблетки, это меня реально намысленно... Ну это же не точно, это мои предположения. Если... Макс этих... Стой. Она... 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 Нет, нет. Нету. Верен? Она просто стоит. Слышишь? Как идет? То есть она не... Ничего не... Какого? Коммузонет, да? Да, мы наблюдаем до того. Он тупо уже... У нас уже тут и люди смотрят. Точно видят, что мы с камерой сейчас думаем, что мы какие-то паньяки. Там аньяки-то не мы. Он намашет что-то, да? Да. Мы немножко переставили машину, чтобы лишний раз не палиться. Вперед сел, значит, какой-то ее дружок, правильно? Скорее всего. За ними? Да, да, да. Но она из-за нас уезжает. Ты же понимаешь это, да? Потому что изначально она ждала домой к себе кого-то. А тут из-за того, что мы сюда заедились, она сама куда-то поехала. Ну, да. Получается, она этого человека предупредила, да? Так и есть. И сейчас ездит к нему. Я не удивлюсь, если реально вот этот солдат окажется связанным с ней. Слушай, мы уже из города уезжаем. Эта дорога куда? Богосовка уже, да? Без понятия куда она. Ну, вообще, да, в сторону, как раз вот. К пацанам туда. Там ездили. Он останавливается. Слушай, я не буду сейчас поворачивать туда, ладно? Смотри, он тормозит. Что, нам куда сейчас? Просто дальше не может проехать. Я сейчас развернусь вот здесь. Просто это было бы вообще очень сейчас пойму. Куда ты потопала? А тут вот, ну вот. А куда? Я не знаю. Что, предлагай с ней уже по-другому разговаривать. Возможно. По зубальнику может ей рукояткой просто шатать. И пусть уговорит. Тогда ты ребенок помешал. Уже в другом тоне будем разговаривать. Они как жертвы у нее дома сидели. Ствол у тебя? Да. Слышь? Что сделаете, блин? Передевает, свалите отсюда. Поздешь кого-то? Идите отсюда. Быстрее, что вы пришли? Вместе подождем. Вместе подождем. Ребят, господи, идите отсюда, идите. Кто там, дружок, кто должен приехать? Какой дружок, что вы несете? Я не знаю какой. Во всю мать, что тут делаете? Наверное, тот, который сегодня Кирилл машину вскрыл. Нет, ребят, пожалуйста, я вас очень прошу. Тот, который, наверное, бородача завалил. Да господи, что вы несете? Я прошу, уходите. Я прошу, уходите отсюда. Да уходите отсюда, блин, вы что несете? Давай признавайся, кто? При ребенке, при матери, при той больной. Она реально больная? Или все-таки может ты ее таблетками пичкаешь какие-то? По рецепту врача? По рецепту врача. А что за врач фамилия? Катя, разница. Тебе не будет переделать часу. Ну что, разница, ты сама делаешь дурую своей матери, пичкаешь ее, хер пойми чем. А ты на газательство ездишь, прежде чем он в бене. У меня заказательство труб, который у тебя в сарай сидит, вот и все. И ствол, который постоянно у нас оказывает. Что ты от него шугаешься? Три его. Куда, убери. Для ребят, я пыталась вам помочь серьезно, но все, вам конец. Вы что-то валите, я бы валите отсюда. Нахер он нам нужен. Увалите отсюда, блин. Поплачь еще, давай жертвуйся постройку. Убери ее. Жертвуй, бедная, несчастная, да. Что убери-то? Как подсосил, смотри, он еще и заряженный весь. Круто. Убери пистолет, убери, пожалуйста. Его иди, езжай. Кто во всем замерз? Муж твой или кто? Если отец мертв, мать больная, муж твой всем этим занимается. Принес его или чего? Макс, Макс. Кто? Макс. Макс, Макс. Ты что знаешь, что это ты в Катисе купил? Какого ты? Я ей отдать хочу ствол просто. Ты уедешь надолго, урод. Нам подкидут этот стол, это не мой ствол. Мы отдать хотим. Я ничего не делала. Он не делся, а труп вообще в старая сидит. Руки за голову, стоп, ложись. Сбери его, блядь, мне не тушь. Да куда положил, пусть заберет, он все равно снова ко мне возвращается, понимаешь? Макс, положи ствол. Сбери свой ствол обратно. Забирай ствол. Вы друг друга пересстреляете или у вас? Ключи 20, ключи 20, на зеленую. Ко мне приезжайте на зеленую. Просто забери назад свое говно. Вы что, не понимаете? Я вам сказала уходить отсюда. Кто он? Кто нас убьет? Макс, ну послушай ее. Если ты сейчас не бросишь, я буду стрелять. Тихо, не надо. Стой, 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 не надо. Че? Макс, беги. Макс, беги. Ты видел? Там военный. Да это говно даже не стреляет. Ай, ты куда ты стреляешь? Что, спугнусь? Да там дома частные. Тачка в той стороне. Ну так-так-так-то идти. В любом случае. Он мента завалил. Не видел. Ну ты сделал это отчетливо, то что это человек. Я видел. Просто человек в форме. Вот и все. Слушай, надо валить, надо валить. С этим пистолетом тоже с кем-то это не вариант даже перестреливаться. Ты видишь, он то стреляет, то он настолько уже. Мне кажется, он там прочищает, смазывает то, что это старое говно. Понял, да, о чем я? Я понял. Там боек может быть уже раздолбанный. Баюстный он весь. Баба с ним свалила? Она весь с нами не побежала. Куда она рванула? Она в сторону машины. В сторону машины? А ты запер хотя бы? Нет. Да бог, что она тачка-то еще заберет. Нет, ключи-то у меня не должно завестись. Это тихо? Что, проверим? Ребят, как вы поняли, мы выбрались оттуда, судя по тому, что мы ездим в машине, да? Но нам пришлось проходить мимо того места происшествия. И мы вышли как раз-таки на мента. То, в ком он состояние, то, что там происходило. Что он нам пытался сказать и так далее. Куда делся сам солдат. Увидите в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. Может они не помогут, как я расшифрую, что он имел в виду? Залетайте прямо сейчас. По ссылке в описании. Там смотрите продолжение этого ролика. И может реально у вас есть мысли. Я ни хрена не понял толком, что он имел в виду. Но будем рады любой помощи. И я пока что не знаю, что нам делать. И вообще безопасно сейчас возвращаться домой. Так как это сотрудник при исполнении. Ладно, короче, взлетайте, смотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова